На Бабаевское идем, через Киркелинский мост. Итак, на каждой остановке астраханцы еще не привыкли к новой схеме движения автобусов, приходится напоминать. Через отремонтированный Киркелинский мост вновь пустили 30-й и 31-й автобус. По четыре зеленых паза на каждом направлении. Жители микрорайонов Бабаевского и Киркели ждали открытия больше других. Дорога в час пик в центр города занимала около часа. Иногда с пересадками. Через поселок Свободный дорога короче. Но насколько быстрее, мы решили узнать, значительно ли отличается время в пути. Проведем эксперимент. Садимся на 25-й автобус. Это единственный общественный транспорт, маршрут которого проходит по объездной дороге. Сейчас мы засечем время, сколько нам потребуется доехать на 25-й маршруте с конечной остановки до центра города. Некоторые пассажиры возмущены, почему 25-й маршрут нельзя пустить через Яблочково. Так быстрее уверяют астраханцы. Это очень далеко. Если бы, конечно, пошел бы туда мост, замечательно было бы на мост. То есть вы хотите, чтобы 25-й маршрут не делал? С удовольствием. Но 25-й автобус никогда и не ходил в микрорайон Бабаевского только до центрального стадиона. В 2013 году их экстренно пустили через объездной мост обслуживать отрезанный спальный район. Поэтому маршрут менять не будут пока. Через Латышево циркулируют и маршрутные такси 37, 92 и 30-й. Маршрутные карты не позволяют сменить направление. Маршрут у нас так расположен. По объезду ехать. Как я поеду без этого? Я это нарушать буду уже. Продолжаем эксперимент. Поездка на 25-м автобусе заканчивается на остановке «Селенские сады». Нам потребовалось ровно 33 минуты. 13 остановок, но уже в сторону микрорайона Бабаевского. Отмеряем на 30-м маршруте. Засекаем время от остановки «Кировский рынок». Сейчас мы сели на 30-й маршрут, который идет по Киркелинскому мосту. Сейчас засечем время, сколько нам понадобится доехать до микрорайона Бабаевского. По наблюдениям кондуктора «Гульфини» и «Машевы», после открытия Киркелинского моста пассажирский поток на этом маршруте сократился в два раза. Студенты ушли на 25-й автобус. Тридцатка теперь не идет до студенческого городка. На 30-м маршруте 13 остановок. Мы проехали на 10 минут раньше, за 22 минуты 47 секунд. Разница в пути в 10 минут – приблизительные данные. Пробок во время эксперимента не было. Именно они существенно замедляют время в пути. Открытие Киркелинского моста во многом разгрузило Латышево. Зато на Соликамскую и Яблочково вернулись заторы. Дорога стала ближе. Но заторы там все равно, мост тот разбитый, там затор. С утра было вообще до Киркелинского моста доходило зато. Улучшить ситуацию с общественным транспортом планирует перевозчик. Самарское предприятие «Автомик» готово полностью заменить автопарк. Наследство Астрахань пассажиры «Транса» регулярно выходят из строя. Автобусов не хватает. Для пробы уже взяли в лизинг три МАЗа вместимостью до 90 человек. Автобусы будут использоваться у нас на 23-м, на 30-м и на 31-м маршрутах. На сегодняшний день у нас три автобуса планируется поставиться. До 70 автобусов до конца года. У нас существует на сегодняшний день единственная проблема – у нас нехватка водителей. Жители опасались, что с объездной дороги уйдет общественный транспорт. Сейчас транспортное управление администрации города проводит мониторинг дорожной обстановки. После изучения будут утверждены все маршруты. Управление продолжается ежедневно мониторинг транспортного обслуживания населениями Крэн-Бабаевского и поселка Киркели. А также ведутся работы, направленные на скорейшее возобновление движения автобусов по маршрутам номер 20 и 23. Согласно действующему законодательству, у нас индивидуальный предприниматель, то есть перевозчик, правило обратиться в управление транспорта и пассажиросперевозок с предложением по изменению маршрута. В случае поступления предложения по изменению, в управлении проводятся все мероприятия, предусмотренные как федеральным законодательством, так и региональным. То есть изучаются потребности населения, выраженные в изучении пассажирпотока, в обследовании уличной дорожной сети и принимаются объективные решения в целях неучемления прав той или иной стороны. Даже после перераспределения работы общественного транспорта по объездному и Киркелинскому мосту в час и пик дорожный коллапс на Яблочково останется. Изменится ситуация только в конце следующего года, когда улицу расширят. При этом альтернатива в виде объездного моста и улицы Латарш существует уже сейчас. Жанна Алиева, Вадим Атасов, Центр новостей.